Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому навеки! Друзья, всех приветствую, благоставляю, именем Господнем! Сегодня суббота, завершение Пасхи Господней, 7 апреля по гражданскому лету исчислению, 2018 год. Вот, хотя Библейская Пасха совершается сегодня, ну вообще-то вчера, как бы и сегодня, но церковное православное только начинается. Вот, и сзади меня вы видите сейчас храм Сергия Радонежского здесь, значит, в Туле, вот, там освящение Пасхи, сейчас идет и прочие опряды такие, церемонии, очень так широко популярные, известные. И вот сегодня целый день вот люди ходят, и очень разные совершенно люди, тоже с Пасхи, с плечами, значит, там и прочими снедьями будем договорить. Вот, и сегодня готовлюсь к служению в Москве, молюсь о служении в Москве, потому что, действительно, очень важное сегодня послание. В общем-то, озаглавлено оно, как Христос воскрес, знак воскресания, ну это приветствие такое пасхально-традиционное. И дальше написано, а ты воскрес, и знак вопроса. Вот, это, в общем-то, название, как бы, и проповеди, название проповеди и служения самого, который будет завтра уже, собственно, воскресенье. Вот, и здесь... Здравствуй. Да, и здесь сейчас готовлюсь к служению, молюсь, читаю Слово Божье. Вот, здесь люди просто проходят, сегодня как раз, очень оживленно здесь в парке. Да, кстати, это очень красивое было место, к сожалению, здесь само вот эти вот природные, такие вот эти красоты, их срыли под бульдозер, одним словом. И вот сейчас здесь вы видите, как вот, ну там самоварная баба там стоит, вот чуть дальше там, игровая площадка, значит, и... Это место само, оно называется еще Московская застава. Здесь выезд на Москву, в общем-то. С Тула это Заречья, это левый берег, или как назвать это, ну да, Заречья. Потому что сам город, исторический центр, как бы, и вообще историческая Тула, она на другом берегу реки Упа, называется Упа. Вот, так что Упа, это, если для Украины, это украинская повстанческая армия, там кто-то, для России Упа, это одна из рек, приток Аки, кстати. Да, и приток Аки, значит, здесь Ака, она вот протекает, вот, частично Тульская, Московская область, вот эти вот, как раз. Да, молюсь сегодня, и не только о Москве, о Туле, за Россию молюсь, молюсь о духовном пробуждении, и вот в завтрашнем послании хочу как раз вот это выразить в слове. Но это не просто в убедительных словах человеческой мудрости, а явлении духа и силы. Вот именно об этом сегодня молюсь, именно об этом, действительно, сегодня жажду. Слава Богу. И вот апостол Павел пишет эфесянам. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца, нашего и Господа Иисуса Христа. Так будет, наверное, слышно будет. Вступление такое, апостол Павел пишет эфесянам, эфесской церкви. И дальше говорится, это первая глава послания к эфесянам, начало самое. Благоставен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благоставивший нас во Христе всяким духовным благоставением в небесах. И знаете, вот, перечитывая это послание, конечно, что настораживает, как бы, и что вдохновляет одновременно. Что благоставлен верующий человек, я как верующий человек, и каждый христианин уже благоставлен. Не просто будет когда-то там благоставлен со временем, как бы, да, а уже благоставлен всяким, написано, духовным благоставением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, да, прежде создания мира. То есть еще мира этого не было, как такового уже было избрание. Чтобы мы были святы и непорочно пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. В похвалу, славе, благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас востребленным. Знаете, вот обычно в нашей культуре православной церковной мы, это к Матери Иисуса Христа, адресуем благодатное, радуйся благодатное Господь с тобой. Но здесь раскрывается тайна, удивительнейшая тайна, что каждый верующий, он также облагодатствовал в возлюбленном Господе Иисусе Христе. Или как вот мне очень нравится в церковной православной традиции, мы называем его сладчайшим Иисусе. Есть акафист, очень красивый, это, наверное, одно из самых красивейших, в общем-то, и песнопений, и служений, в общем-то, ну, скажу так, для меня одно из моих самых любимых этих как раз песнопений и служений, это как раз акафист Иисусу сладчайшему. Он читается, ну, не так часто, к сожалению, так вот в храмах, но когда нараспев, когда это еще с песнопениями, когда это еще, значит, вот на хор, или два хора даже, два клироса нараспев поют, это прекрасно просто вообще. Один из шедевров, я считаю, христианского такого гимна творчества. Вот, и, наверное, многих это смущает, наверное, я только полагаю, общаюсь с разными очень верующими, мы католиков, это не смущает наших братьев, а вот наших братьев протестантов, многих это смущает, почему мы православные называем Иисуса сладчайшим. Вот, но дело в том, что написано, вкусите, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. То есть, именно вкушение Господа, Иисус говорил, что кто кушает мою плоть и пьет мою кровь, тот иметь жизнь во мне, значит, тот наследник и прочее, прочее, прочее благословение всех этих. Вот, и дальше, о благодатствовании написано нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Каковое Он, то есть, уже имеем, не просто когда-то имеем, будем иметь, да, прощение грехов, а уже имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Вот здесь, как раз вспоминаю, сегодня ВКонтакте на вот странице, где вот Сергей Журавлев, по-моему, на этой странице, или Сергей Плюскина Журавлевы, ну, на одной из этих страниц как раз наших, вопрос был. Я иногда просто вопросы эти, значит, копирую, но, значит, вот именно на какой из этих страниц не запоминаю. Так вот, и там как раз один из верующих написал как раз, что по поводу Иисусовой молитвы, молитвы, и он, значит, как раз говорит, потому что в традиции эта молитва обычно повторяется многожды, и она звучит как «Господь Иисус Христос, Сын Божий, ну, Господи Иисусе Христос, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот таким образом. Вот, а сам этот брат, он читал, значит, по поводу имя славцев, по поводу как раз вот этого движения, пробуждения такого духовного еще конца 19 века и начала 20 столетия. Об этом не так много русско, ну, будем так вот, на русском языке материалов, хотя очень интересные есть исследования, очень интересные есть мнения, высказанные еще и в начале 20 столетия, высказывались и в конце 20 столетия, и вот уже в начале 21 столетия, будем так говорить, имя славцы, значит, они как раз именно и повторяли вот это имя сладчайшее Иисус, Иисус повторяли это имя бесконечно просто, вот, и тем самым, вот, углубляясь, как бы, углубляясь в само это имя, углубляясь в само это таинство, этого имени, вот так вот. Ну, и я написал брату, что по поводу практики, своей личной практики, значит, я написал, что я с 96-го года, ну, до 96-го года я держался тоже о подобной практике, как традиционный православный христианин, как, тем более, как священнослужитель русской православной церкви, Московской приорхата, то есть довольно ортодоксальной, традиционной православной церкви, вот, и держался тоже в подобной практике, как раз повторяя эти слова, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, и в 96-м, как раз перечитывая Слово Божье, Библию, именно озарило, действительно, что, собственно, уже помиловал, уже простил, и вот, вот эти слова, значит, как раз, очень ярко как раз иллюстрирует это, что написано, сейчас, в котором мы имеем, то есть во Христе, да, имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, то есть получается, что уже имеем это прощение, и, знаете ли, моя молитвенная жизнь, она очень сильно изменилась с того времени, очень сильно изменилась, я старался уже повторять уже по-другому, иначе, как бы, переначивая и саму молитву, и само вот, само звучание уже было иное совершенно, и звучание было такое, что, и как я сейчас говорю, Господь, говорю, и Спаситель мой, Иисус Христос, Сын Божий, слава Тебе, то есть я называю Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, и говорю, словословлю Его, словословлю Его, вот, и это очень интересно, это, как бы, фокус немного смещает, как бы, и с себя, с человеческого Я, вот, в умаливании прощения, вот, фокус меняет на, как бы, на самого Иисуса Христа, на самого Господа, который уже простил уже, который кровью своею омыл грехи и дал нам прощение, жизнь вечную, вот, это уже, конечно же, совершенно иная молитвенная жизнь, вот, и, конечно, я вот с самого 96-го года, как начал практиковать подобное, переосмыслив вообще и веру свою, и христианство, и свою молитвенную жизнь перестраивая на основании Слова Божьего, конечно, очень многое, конечно, изменилось, очень многое, я думаю, что, как вот написано, что омытая церковь, омытая баню водную посредством Слова, то есть, что действительно, и каждому верующему в отдельности, и, да и всему христианству, действительно, омыться баню водную посредством Слова просто необходимо, иначе такая замарашка, такая неряшка, вот, и дальше, каковою он, об этой благодати дальше говорится, в 8-м стихе, «каковое он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, который он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». То есть, Иисус глава церкви, и не только вот это земной, будем так говорить, да, временный, или же странствующий, еще мы называем странствующий, так, ну, думаю, правильнее сказать так, воинствующий, да, странствующий, как вот говорят отцы, в общем-то, я согласен, что это очень такое меткое и четкое такое обозначение как раз нашего бытия земного, но, значит, есть еще и торжествующая церковь на небесах, и вот под главою Христом все, и небесное и земное соединить все, абсолютно все, и ангельские, и земные миры, и человеческие миры, и торжествующий, и странствующий воинствующий церковь. «В нем мы и сделали с наследниками, быв предназначены к новому поопределению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его». Перевод синодальный, он немного сложный, конечно, в этом отношении, он немного такой громоздкий, но это был сделан в 19-м столетии, поэтому, как бы, это многое объясняет, очень многое, как бы, знаете ли, ну, как сказать, для современного читателя, конечно, что, я скачал себе переводы разные, конечно, и более современные есть переводы, но, по-любому, даже в этом синодальном, таком немного громоздком переводе, видно, что, действительно, здесь есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. То есть, это можно расшифровать, действительно, вот, ну, одним словом, вся слава Иисусу Христу, и в небесном, и в земном, и во всем. Вот, слава Богу. «И запечатлены обетованным Святым Духом, некогда обещанный Дух Святый, им запечатлен верующий человек, запечатан, как бы, печать дара Духа Святого». И это не просто красивое церемониальное действие, будем договориться, произнесение этих слов совершаемое, нет, а это, действительно, факт бытия нашего человеческого, христианского. «Слава Богу! Посему и я, – пишет Павел, – услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Вот об этом стоит, конечно, более подробнее говорить, значит, детальнее, вот по поводу богатства славного наследия Его для нас, вот для святых. Это, и как написано, «безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Дамы и господа, братья и сестры, действительно, тою силою, что воздействовал Отец возлюбленным, воскресив Сына Своего Иисуса Христа, вознося Его на небеса, этой силой Господь действует в нас, верующих, могущественно, сегодняшний день, сегодняшний час. И я думаю, что как раз вот на служение предстоящим воскресным тоже буду, хотя формат служения, он ограничен, конечно, там проставления, начинство слове, там объявления какие-то и для проповеди места есть, для молитвы, но все равно, конечно же, служение, собрание – это такое, ну, как бы очень по времени ограниченное действие. Но я думаю, что даже в этом ограниченном, весьма ограниченном действии возможно будет вот действительно раскрытие вот этого безграничного во временном, в малом, как бы, вот этого великого. Да, друзья, так что благоставляю всех вас из города Тулы, здесь сегодня в молитве за Москву, москвичи, дорогие друзья, гости столицы, всех приветствую из Тулы, с московской заставы, вот, и благоставляю всех вас во имя Господня, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мир всем вам, Пасха Господня, Пасха Красная. Да, завтра еще споем, еще вместе, конечно, вот, но самая основная, чтобы действительно, как вот в самом названии даже уже прозвучало в начале самом, да, Христос воскрес, а ты воскрес, чтобы действительно сила воскресения действовал в нас верующих, чтобы каждый из нас пережил вот это чудо в своей жизни, потому что то, что Христос воскрес, это действительно чудо, но он воскрес для того, чтобы мы воскресли, из гробов наших восстали. Слава Богу И спящие проснулись, и мертвые воскресли Слава Богу, благословляю всех вас Мир всем вам Аллилуйя